Пошла запись протокола. Сегодня 28.08.2022. Прежде чем попасть в зал суда, мы ознакомимся с документом. Бета-тестер присылает в Discord скринт, на котором написано людей в эти рейды ходить... А, там немножко обрезано, читаю дальше. Неужели вы еще не увидели, что не в первые... А, на вторые рейды людям просто похуй. Большая часть просто не приходит, а подавляющая часть из тех, что пришли, играют мизинцем правой ноги. И вот условный я, пропустивший мейн. Ну, там дальше обрезано. Так, Санек пишет определенно, ага, дело именно в этом, а не в том, что даже анонса о сборе не было. Это непонятно, к чему это было. Анонс был вчера в календаре и в Дискорде. Ну, вчера это за день, я вам уже говорил. За день ставить, и это, блядь, хуевая затея. Надо делать, блядь, расписание за неделю ставить, и все, и люди все видят. Либо не ставить определенный РТ. Так за день это вчера поставили. Да. Так что, ну, у народа были уже планы свои, скорее всего, всего-всего. У народа сейчас будет мало, но просто люди либо не могут, либо они не были другие планы уже забиты на этот день. Ознакомимся с каналом текстовым Дискорда, называющим предложение. Там ознакомимся со скрином. С документами дела можно ознакомиться у Войда, скинуть текстовый документ, блокнот. Вот. Выше скрина предоставлено голосование, в котором звучит так. Вторые рейды будут получать фулл ЕП, целка второй рейд 2400 ЕП. Вот. Там проголосовали люди палец вверх 14 человек, 9 человек палец вниз. Палец вниз это те, кто играет одним персонажем. Вот, уже 8 человек. Спасибо. Вы получите вознаграждение в виде РЛа, который будет водить и собирать ШМ на ваших твинков, или даже может быть когда-нибудь Ульдуар, если все будет хорошо. Если будет у меня хорошее настроение. Вот. Так, там что-то пишут. Ну ладно, это уже к делу приобщим позже. Вечером что-то другое было. Это непонятно. Наверное, это не надо читать, это какая-то дизмораль для РЛа. Не надо. Так, кто же еще хочет в рейд? Давай спросим в гильдчате. Сейчас мы будем собирать рейд. Сколько у нас времени? У нас еще есть время. Полчасика хотя бы точно есть. РТ плюс. Надо позвать людей в дискорд для совещания. Давай поможем, я тоже посмотрю. Сейчас. Просто на всю руку не хватает. Ну, он, наверное, в хиле, да. Дальше кто еще? Вот. Короче, самое главное, это найти танков и хилов своих. Чтобы мы были уверены в них. Вот я знаю, что у этого Женька есть. Мне кажется, там не сложно будет отыграть за ДЦшника, если прям край надо будет. Если он согласится еще, конечно. А у нас люди как любят. Бубльгум, Войдуэ, это про что ты? А, это он пишет. Что-то Меликов дохуя. А Бубльгум это кто вообще? Урик, Армс, Прот. Читаем заметку. Ранти, ШП. Я понял, блять. Вар, ранти, ШП. Пишу ему в ПМ. Какой-то непорядок с заметками. Надо это исправлять. Те, у кого есть права, попрошу вас, как бы это сказать. Скажите мне, такая фраза есть. Убедительно, прошу вас, заполняйте заметки людям, пишите их спеки туда и возможно имя или ник персонажа. Чей-то персонаж. Привет, в Бубльгум пишу. Какие у тебя спеки? В заметке какая-то хуя. Это 1922 ИП. Это значит, он ходил в какие-то рейды уже. Хорошая информация. Армс Фури. Так. Да. Зайди ДЦ. Женек пойдет ДЦ. А на Вальку зайдет ДК. А, это не РАНТИ, а РУАНТИ. Это который ШП. Сотрем эту хуйню и напишем Армс Фурик. В скобочках. Ник правильно напишем. РУАНТИ. Вот так, наверное, да? Блять, одна буква Т, наверное, надо стереть. Вот. Теперь красиво. Ты еще занял? К сожалению. Мне кажется, вот этот ВАР Тони, он уже был в первом рейде в дискорде. Ой, в дискорде в рейде был, короче, в СУК. Какой ВАР Тони? Ну, вот, по РПАЛу, он уже был в этом. А, ну да, возможно. Он уже был, так что, чувак, ты можешь просто смело давать. Тойна, ты тут? Тойна, ты в 10? ВАУ, ЕС, ОК. Есть у тебя еще персонажи? Да, еще кто там еще сидит. Да, заходи магам. Заходи. Заходи магам. Так, дальше смотрим аппокал. Так, надо спросить у ВАТного, будет ли он фул рейд ходить. Ты будешь фул рейд идти. А, 10 хорошо. Я просто не знаю, хорошо. Так, добавится ДЦ. И, в принципе, 4 хила хороших есть. Остается 5-й подстраховочный. ГЦ Женёхов. ГЦ Женёхов. Ну, вот эти же здесь, Женёхов, шнурков, у него холли пал тоже. Нет, палом я прям вообще никуда. Я вот специально себе быстрый старт взял на рогу. Три-четыре взял. Палом я. Противно играть. С радостью. ГЦ Женёхов. Всё. 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 Так, Апокал пишет, я просто предлагаю добрать людей, чтобы было два статика полноценных, да и люди приходили на добронос. Так, уфолог зайдет 10-20 минут, ждем его. Я тоже сам говорил, делал два статика, то есть основной статик и люди, кто не смог пойти в первый, квинки и все остальное. Никаких, нет ожиданий, приду, не приду. Никаких этих ЕП пришел, получил ЕП, не пришел, не получил ЕП. Все, я приду, пошел до дележки, 1 мейна даешь 200, другому 100. Все, два статика. Сколько убили, сколько убили. У ЮМАКСа, мне кажется, что-то еще есть, или кого нет, я не помню, я вроде половину носу. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, если Андрей задел, он, скорее всего, пойдет, пойдет ДКшкой, пойдет своим танком, который не одетый. Отныне что-то не нравится, всегда знаете, где кнопка выйти из ГИ, я на вас огромное количество времени трачу, не хотите стараться, слушать и быть здесь, никто никого не держит. Не знаю, к чему это. Но, наверное, это не Протвинков. И чего это сейчас? Ну, это, вон, в Дискорде написано, важная инфа. Это было, скорее всего, сообщение не Протвинков, потому что Протвинков там открыт судебный процесс, там должны присяжные рассмотреть это дело и вынести вердикт, что они хотят. Получать, наверное, 2400 ИП, как и люди в первом рейде. А то почему-то правило есть, которое гарантирует людям, которые в первый рейд не попали, по причине отсутствия, которые придут во второй рейд, оно им гарантирует, что они будут роллить наравне с Твинками. То есть, это говорит о том, что они придут, получая ИП в два раза быстрее и заберут у Твинков любые вещи. То есть, получаются Твинки, рабы, люди второго сорта, чернокожие, афроамериканцы и так далее. Но при этом, во втором рейде, люди хотят делать квест на ШМ, хотят собирать осколки и всю эту хуйню. Получается, это несправедливо звучит как-то. Нужно рассмотреть это дело детально и решить, что делать. Наверное, не будет никаких проблем ни у кого, если будет 2400 получать второй рейд и Твинки, и мейн персонажей, которые идут с Твинками. Никто из них, наверное, не обидится. Я еще раз берется, два рейла. Один вводит один садик, другой второй садик. Все. Так два рейла вроде и есть. Не, все. И там, и там, типа, неважно. Так два рейла вроде и было. Не, не, надо просто делить состав. Делить брать стареньких, самых мощных братьев. Игроков первый состав. Они прилетали, всяких этих кинков заходили. Зашел, прошел, ушел, все. Вот это отменить, потому что у меня не будет НРТ, получаешь ли там ЕП, отменить надо было здесь. Все нормально. Так, ознакомимся дальше. А что, изморский вышел? А у него КД. А у него, может, никого нет, наверное. Да, я спросил, у него нету. Я, если что, друлем пока эту траву пособираю, вышел с мага. Так, начнем. Опрос свидетелей, присутствующих людей во втором рейде. 28.08.2022. Опрос на предмет принадлежания категории твинов или мейнов. Начинаю опрос. Так, Женек относится к категории мейн. Женек. Мейн. Хочет пойти твинов, но зайдет на вальку. Идет ДЦ твинов. Альтом. Напишем правильно. Альтом. Далее. Апокалипсис мейн. Хотел пойти с пугами, но пойдет с гильдией. Спасибо ему за это. Мейн. Хороший человек. Рокел. Ты тут в ДЦе? Поинтересуйтесь у Роги Рокел. Ты мейн или ты чей-то твинг? Твин. Твинг чей? Штурки. А, штурки. Точно. А что-то даже не смотрел заметку. Написано там хоть? А, да, написано. Я типа Палом просто не хотел. ПВС с ним прям пиздец. Я типа БС на Рогу взял. А сколько у тебя Рога дает ДПС? Так. СП 8. А Пал сколько дает? И какие там у Палоспеки? Там Холипал. А, Холипал. Ебать, он какой-то еще Пал появился. Финн шнурки. Так. Дальше. Ватный. Ватный тут? Ты твин или мейн? Мейн. Ватный. Мейн. Барменталь. Мейн. Блять, писать. Разучился. Барменталь. Мейн. Ну, точно мейн. Барменталь. Дальше кто там? Ринз. Паладин. Есть инфа по нему, это кто? Так. Паринза пока не слышно. Бубльгум. Это твин, я так понимаю. А чей он, напомните, бабульгум? Что-то заметки смотрит. А, Рианти точно вспомнил. Твин, Альт, Рианти. Альт, Ри, Руанти. Так. Третий пати. Буаз, Лок. Мейн. Или Альт. Буаз у тебя кто? Мейн. Лок или Хант. Помню, Хантом ебашер, заявись. Так, попробуем посмотреть название. Какое у него звание? Альт. Значит, Лок это у него Альт, а Хант Мейн. Надеюсь, это верное умозаключение. Альт. Так. Мейн. Буаз. Хант. Дальше. Сука, как это тяжело на самом деле. Сл Мак Мейн или Твинг чей-то? Мейн. Сл Мейн. Мейнов уже больше трех. Караул. Мейн, Мейн. Я на первом РТ был в ЗА просто. Я понял. Это уже попахивает чем-то не очень хорошим. Уже Мейнов больше двух и трех заявленных. Говорили, что Мейнов два-три остальные твины. И поэтому рейд получает 1200. И купается в своем дерьме. Извините, это не относится к суду. Это было выражение на эмоциях. Ловец снов. Ты тут? Ловец снов. Твин. Это Твин? А чей Твин? Кто знает? Эмо Бой. А, точно. Это я знал. Эмо Бойя. Твин. Альт. Исправлю. Шаклон. Это точно Мейн. Шаклон. Мейн. Это стопудово я знаю. Агрессив. Ты Мейн? Это меня больше всего интересует. Мейн. Мейн. И добавим в скобочках. Хочет делать квест на ШМ. Делать квест на ШМ. Так. Капонил. Это Мейн, по-моему, да? Капонил. По-моему, Мейн. Ну и всегда этот Хант Мейном был. Мейн, Мейн. Это его Ромейн. Сто процентов. О, моя госпожа, это стопудово. Твин. Госпо. Ой, здорово, бакалаврики. Альт. Скибиди. Апокал. Апокал. Госпожа, это Альт. Да, да, да. Я записал. Апокал. Здорово. Добро пожаловать на судебный процесс. Твинки против мейнов. Я читал. Ты будешь вызван как свидетель. Кстати, могу включить стрим экрана. Как я все это записываю. Сейчас я найду. Экран. Вот, скрин один. Заходите на стрим, ознакомьтесь с делом. Это надо через ноут заходить, вот я стрим, чтобы посмотреть. Как удобно. Получается, осталось 5-е пати спросить. Ну и тех, кто туда берем еще. 5-е пати. Марухич, Мейн. Мейн. Это стопудово, да, Мейн? Не ошибаюсь. Альфа-тестер. Это бета-тестер. Тестер. Альт. Бетика. Так и подпишем. Белоборот. Белоборот. Это тоже альт. Это тоже альт. А, белоборот чей альт? Кто знает? Пуси-гуси. Это все, который. Ага, ага, хорош. Пуси-гуси. Альт. Ладно, сейчас зайду через ноут. Так, void wave. Это альт воида. В скобочках, ну бас. Так, предварительная оценка рейда на начале сбора завершена. Подсчет мейнов и альтов в рейде. Мейны, двоеточие. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять, девять, альты, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Это пока что на середине сбора. Продолжение следует. Так, потом кого доберу еще, спрошу. Так, придется посмотреть дальше. Что же там, кто у нас онлайн? Двадцать четыре человека. Пугов мы же никогда не брали во второй рейд. Какой-то есть бортель, дц, бодя подписанная. А что, было, было с пугами пару раз. Да, да, набирали было. Только надо каких-то прям, я не знаю, таких знакомых, нормальных, чтобы не было такой злупы, что ливнули там еще что-то. Так, Брателя спросим еще раз в МКУ. А, отсутствует, я понял. Ахису спросим, привет. Слк, кд. А трины есть. Точнее, альты. Сука, на все кд, блядь, хуево. 270-й какой-то, Джеймс Хант. Это, наверное, с кд, да? Так, агрессив, изморский. Фуху какой-то, Бенни Бенасси. О, глядь, сылка, 25 оп. Есть. Пирсы. Афк. Так, это Капанил на Твине. Слмак. Слмак. Так, какой-то трусователь на Твинг. Ну-ка, надо ему в ПМ спросить. Фуху. Ты пойдешь в Слк. Наверное, ДПС должен давать десятку точно. Рассмотрел людей, у которых не было голоса. У кого не было? Ну, теперь всем привет. Здорово. У тех, кто тут сидит, наверное, с половиной замученной. Так, и еще раз, пока вы все тут. У кого-то очень-очень тихо слышно. Кто-то что-то сказать пытался. В теме предложения, в текстовом канале в Дискорде, повыше скрина, который я отправил про судебный процесс, там есть сообщение бета-тестера. Звучит оно так. Вторые рейды будут получать фулл ЕП, ЦЛК второй рейд, 2400 ЕП. Ставьте палец вверх и убирайте палец вниз. Сейчас уже пальцев вверх 14, палец вниз 8. Нам нужно выиграть это дело, чтобы была справедливость. С материалами дела и судебного процесса можно ознакомиться у меня. Все ведется, записи все заносятся в протокол. Как тяжело все-таки вести это дело. Че? Женек. Спор, конечно, не очень. Допустим, зайдет Андрей. Надо еще 5 человек. 10. Не знаю, наверное, можно. Да, так-то я пугов тоже не хочу, честно. Находите пуги стопудово. Просто как бы это хорошая тема. В принципе, там можно людей понять. Ну, со стороны моральной какой-то ЦЛК, но муторная, блядь. Ты туда идешь, там надо ебашить, что-то скиллы показывается. И там что-то нажимать, блядь. И они одну кнопку и не чилить, как бы бегать, танчить, что-то дамажить, блядь, выдавать, блядь. И это все заебало. Ну, как бы люди тут из циркуля играли. Софа кто-то пришел, у них весь этот контент уже в печенках сидит. И можно их понять, что они вот даже кто-то донатит осколки, там, собирает или покупает просто шмот себе, там. Ну, чтобы не ходить в инсты, которые заебали. Ну, и идти уже в героический контент, который актуальный, приходить туда троить. Ну, это еще как-то куда не шло, как бы. Вот. Ну, неохота вот это проходняк хуярить. Но в то же время мейнов и альтов на данном этапе сбора оказалось поровну. Мейнов даже больше на один. Но при этом они попали в такие условия, что они получают 1200 ЕП вместе с твинами. И при том ролят вместе с твинами шмот в равных условиях. Учитывая, что мейны могут попасть в основной рейд, так как они мейны, первый рейд. И зарабатывать там 2400 ЕП. И условно, если они сходят в 10 рейдов в основных, они получат 24000 ЕП. Ну, речь про ЦЛК 25 оп. А сходя в 10 рейдов с твинами, они получат 12000 ЕП. И условно, такой твин сидит, 10 рейдов сходил с 12000 ЕП. Заходит в какой-то мейн в рейд, который сходил в 10 основных рейдов. Но не пришел по работе, там по семье или еще что-то. И попал во второй рейд. У него 24000. И падает воля сурка. Твин ставит фул ЕП. А мейн ставит 13к ЕП. И забирает эту волю у твина. Вот. И поэтому получается такая хуйня. А если это кажется не твин, а мейн, который просто по времени ходит в этот второй рейд. Или ему удобнее ходить в второй рейд. И он также лутает 1200. Что тогда делать? Как с этим быть? Наверное, это несправедливо. Надо, чтобы все лутали одну цифру. ЦЛК одно и то же. Оно не стало легче в два раза. Там боссов также 12, как и в первом рейде. Люди также его закрывали на фул. И это, наверное, не должно давать право начисляющим ЕП людям давать им всего лишь половину ЕП. Почему-то в первом рейде люди получают 2400. А во втором 1200. Если люди будут получать 2400 во втором рейде, это не значит, что они пойдут в Геру и заберут шмот. На фармят ЕП, такие придут в Геру и заберут шмот условно у какого-то мейна. Например, такой Войт создал Твинкады Ка, 240, 10к ДПС дает. Такой накопил ЕП во втором рейде 24000. Апокал там печеньки взял какие-нибудь. Пришел в Геру, Войт Твинком своим. Ну, что абсурдно звучит уже. И такой забрал Геровскую волю у Апокала, блядь. У Апокала там условно 10000, у меня там 24000. Я там 10 в РТ во второй рейде сходил. Пришел, такую волю Апокала забрал. Ну, звучит как параша какая-то и как отсутствие РЛа. Наверное, нужно понимать, что за сбором рейда в Геру стоит РЛ. И он, наверное, смотрит, кто у него идет в рейд. Мейн или Твин. Плюс, какие классы нужны. Если, допустим, нужен Скибиди не на Шамане, а на Паладине, он заходит на Паладина. Вот. Что еще нужно объяснить? Какие есть аргументы за и против? Во-первых, по терминологии я уже говорил, что Альт и Твинк это два разных термина. Но, чтобы ознакомиться с этим более детально, погуглите в интернете. Если не хотите гуглить, могу предоставить скопированное текстовое сообщение из интернета по этому поводу. Вот. Так что вы все выступаете свидетелями и присяжными одновременно. все в ваших руках. Что-то я заебался. Так что там? Кто еще будет идти в рейд? Он гламур, God Help, Евгений. Он не играет вообще? Он на работе. А, хуево. Печально. Я вот тоже, кстати, не понял одного и один момент. Короче, мы пошли в РСку, по-моему, на КД. Ага. Там, где я, собственно, сролил башмаки, блядь. Ага. Так вот, я, короче, ролил с чуваками на успех, блядь. Хотя, по факту, мейнспех на этом паладине это хулипал. Ага. Нет, почему ты же не ролил с теми, кому на успех? А с кем я там? Там два пала хулипала было. Ну, я же был. Я вот на пале был, и когда эта баба на пале была, у нее мейн хулипал был, и у меня мейн хулипал. А у альфа тестера кто мейн? Ну, так вот, это мейн. Хулипал, в смысле? Спек, спек, я имею в виду. Спек, мейн. Ты с мейнами не пошел? Почему? А, ладно, тогда. Три-три-три. Там овспеки были. Ага. Не-не-не. Три хулипала, ну, все нормально. Там три или четыре даже, я не помню. Может, кто-то один, да, втиснулся. Ну, точно помню, что какая-то баба, и я... Поставим вопрос так. А эти два палок, с которыми ты еп шила, они были мейны? То есть, у них один персонаж. Это альты были также. Также альты, да. И у него, да. Да, нормально. Да, и мы там за эти свои копейки... Да, и в этом боролись нахуй. Ну, вот условно, ну, копейки... Да это все понятно, копейки. Тут вопросов нет, как бы. Ну, если бы все 100% людей в рейде были бы твинами, я бы вообще хуй когда что сказал. Типа, ну, реально. Не, так а... Ну, прикол, в чем, залетает? Там условный какой-нибудь... Мейн Холли Пал, у которого, блядь, 10 тысяч, и он спокойно перебивает нахуй. Да, ну, само собой. Ну, вот, к примеру, возьмем... Ну, с одной стороны, давай возьмем так, типа... Смитись к ЕП, ну, ты во втором рейде заберешь... В следующем рейде заберешь эти ботинки. Я не думаю, что там в следующем Мейн Холли Пал какой-то их заберет. Ну, так-то это тоже правильно. Но с другой стороны, а если этот Холли Пал ходит в Геру, ну, РЛ что будет сидеть, ну, и такой думать, ага, хуй с ним. Мы вот в Геру ходим, пускай он на следующий раз заберет, а мы Твину дадим. Ну, не будет ни один РЛ. Ну, условно. Не, ну, блядь, типа, не всегда же так будет. Так вот, что я хотел сказать. Вчера у нас было ГМХМ. И там вот, я не помню, чей Твин Чеша, это Марухича или кого там был? Кого-то, я уж не помню. Короче, Чеша друид, чей-то Твин, Кердрушник. Вот. И там Пуси Гуси такой. Пуси Гуси, он Мейн, блядь. Вот у него там кто? Кто? Оф. Вот этот вот. Понял, шею забрал или че там, да? Он начал ее ИП-шить. Ну, у меня там 26-я, блядь. Ну, ты Твин, и ты попал в один единственный рейд. И тут Пуси Гуси Мейн, блядь. И что должен Пуси Гуси думать? То есть, это тоже момент такой. Вообще, ему не надо разрешать ролить. Надо ему сказать, блядь, ты там сиди, короче, ты Твин, нахуй. Ты вот как раз перебьешься. А Пуси Гуси, он в первый рейд ходит. Ну, просто есть в чем проблема тут, блядь. С одной стороны, типа, по две стороны. И с одной стороны та права, сторона права. И вторая сторона права со своей стороны. Тут просто надо че-то, какой-то компромисс найти. Ну, Андрей че-то говорил про компромисс. Ну, мое личное мнение, то что, ну, второй рейд надо, да. Ты сидишь, ёбаных, блядь, четыре часа, нахуй. И то же самое на Варе сидел, блядь. Я вообще, нахуй, у меня кровь из носа шла, блядь. Сидеть, нахуй. Я считаю, что если бы... Да, я считаю, что если бы сейчас 2400 еп, ну, типа, изначально было 2400 еп за этот рейд, то у нас не был бы такой хуёвый онлайн сейчас. У нас был бы фул уже рейд, и мы бы уже, сука, после сурка бежали на чумку. Так, женю. И вот опять же, типа, вот это вот вторая сторона, типа, блядь. Типа, мейн пошел в твин пати, у него много еп там, он забрал шмотку, которая ему нужна была. И так подумайте, по следующим рейдам уже она никому нахуй не нужна, может быть. Так вот, для этого и делается изначально равное еп, блядь, чтобы людей просто равное еп было, блядь. А уж кто сколько попадает в рейды, там, по работе или не по работе, это уже, ну, не наши проблемы. Ну, я с этим, да, че-то видел, что там, блядь, типа, один пять печенек забрал, второй говорит, блядь, ни одной печеньки забрать не могут. Так это его проблема, что он еп не может накопить в рейде, ни хуй. Ну, да, я тоже считаю, что твое время должно быть в валенте, что ты получаешь. Причем, вот, ты тратишь время, по сути, да, вот, допустим, тех же самым, похуй, пускай эти мейны забирают шмотки со второго рейда. По хую. Ну, а я же потратил свое время, причем, ну, я потратил его на первый рейд и еще и на второй, чтобы помочь вот этим вот мейнам другим одеться. А я, в итоге, не могу своего, там, альтернативного персонажа надевать из-за этого. Еще вот, вот, хотел тебе сказать, как у тебя ассист. Смотри, я играю на пале, ну, я прям блюю на пале, вот, по VH, типа, у меня там 3000 еп есть. Это вот, типа, полный дебилизм будет, на ругую еп на перекидывание. Типа, никак не получится, да? Заново копировать. Подожди, ты меня спрашиваешь, перекидывать еп с одного персона другого хочешь? Да, ну, потому что палом я прям вообще не могу. Я вот на ругую бс быстро старый взял, типа, хочу вот урога, типа. Ну, по крайней мере, интересно мне именно. Слушай, ну, я никогда не занимался такими вопросами в плане перекидывания в этой гильдии, потому что, ну, как бы... Ну, типа, второй рейд, как бы, за место палом будет у меня рогу. Я считаю, что это, в принципе, довольно, ну, честно, типа. Если, понимаешь, у меня желания нет заниматься вторым рейдом, вообще, от слова совсем, при условии, что тут 1200 ип останется. Не, я вот сейчас у тебя спрашиваю, перекинуть можно будет? Не, вот я тебе и отвечаю. Значит, я не пользуюсь доверием в этой гильдии от ГМа и не занимался никогда перебросом. Ну, скажу для начала, что надо по этим вопросам к нему обращаться. И второе, что, и как бы я сделал, я бы перекинул, если при условии, что ты тем персонажем, ну, действительно отказываешься играть. То есть, ну, не пропустим. Ну, прям, да, типа, до тошноты просто. Ну, бывает такое, я думаю, у каждого, что класс прям неинтересен. Да, тем более, что рога такой классный, он мало конкурентный, у него кожа, как бы, ну, я бы перекинул. Если бы я решение принимал. А так, вопросы к Сане. Не, ну, видишь, ты же ассист. Саня плюется, типа, блядь. Я у него вот спросил, он говорит, а что, рога у тебя не одеты, нет? Типа, я говорю, ну, вот, типа, одну Т4 есть, скоро вторую я куплю. Я, понимаешь, занимаю такую позицию, что я поощряю Твинков, наоборот. Я за Твинков. Я считаю, что люди, играя одним персонажем, действительно могут устать, так как сам это все прошло. Просто, я тебе так скажу, Саня, короче, просто молчит и все, вот это мне бесит. Ну, а я что сделаю? Я не имею здесь прав никаких. То, что у меня звание... Как ты, типа, ассист или, может, за МГР? Это не, 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 я себя не считаю за МГМом, и то, что у меня такое звание, это только мне в банке что-то дает перекладывать. Плюс все начислять ИП. Это офицерское звание, но я за МГМом себя не считаю. Потому что у Сани противоположная позиция. Единственный, кто может все привести в равновесие, это уфолог. И то, при условии, если Санек с ним согласится. Ну, какой-то там волшебный компромисс, который и меня устроит, и Саню устроит. Но, я свою позицию сказал. Я за твинков, я хочу их развивать. Я ради них хочу проводить рейд. А когда твинки делаются людьми второго сорта, вы там, типа, ходите, 1200 лутайте. Но с вами будут мейны иногда ходить, нахуй, с пачкой ЕП, которые вас все заберут. Плюс вы еще осколки лутайте, еще лут, еще байеров, нахуй, еще бринтролль продайте, блядь. Для фласок, для первого рейда, блядь. Ну и как это выглядит, по-вашему? Хуево это выглядит. Не понимаю, почему такое решение было принято. Кто кого хотел наебать? Кто какое ЕП там обузил? Вот знаете, вот за всю историю, что я играл, один раз было, когда человек наебал, ну не наебал систему, а наебал всех в гильдии. Просто один. Ну вот он рейлил рейд. Он рейлил идеально. То есть, ну, прям рейлил все, гейры все, это проносилось, все убивалось там, все танки и танчил, и хилил, все делал, все, что нужно, и дамажил. Вот, он имел доступ к ЕП, ГП. И как-то раз люди, ну, несколько людей, или два, или три человека стали следить за, ну, скринить вот это ЕП каждый день. И оказалось, что он себе скидывает ГП, ну, какой-то там по 100 ГП, по 50 ГП там скидывает. Вот. И тем самым он каждую неделю в рейд приходит, еще еженедельный сброс там был 20%, приходит каждую неделю, и он постоянно первый на шмотку. И еще он не брал людей, которым осколки нужны в рейд. Ну, то есть, под себя рейд делал, собирал, но так как он РЛ, у него есть власть взять в рейд, кого нужно. У нас, конечно, столько людей нет, чтобы так играть. Вот. И заметили эту хуйню, что он ЕП себе немножко прибавлял и немножко ГП отнимал. Там такие цифры, ну, по 100, по 150, по 50, там, маленькие такие. Ну, в сумме это понятно, что это существенно. Да. И получилось, и мы его кикнули с гильдии просто. Вот он пошел там куда-то на вармейн играть. Ну, человек, знаешь, такой, ну, вот рейлет все, вот, я не знаю, с кем его, с каким характером сравнить. Таких у нас в гильдии нету характеров. Ну, такой, знаешь, балабол, часто пиздит, но при этом все, он рейлет все делает, отыгрывает, веселится, шутит там, но при этом такую подлость делает. Я вот, относясь к системе ИПГП, ну, я туда ничего не трогаю. Вот есть начисления, да, которые мы делаем в этой в рейде, то есть так далее. И поэтому отняли там заслак, еще что-то там. Ну, кто-то там что-то обжаловал, там отняли, допустим, если человек не виноват. Все это понятно. Потому что люди, сука, они привязывают свой труд к этим ебаным цифрам, блядь, понимаешь? Мы сидим в рейде, и мы там не просто так сидим, чилим, блядь, не загораем, нахуй, на солнышке, а мы сидим и хуярим. Ну, не то что... Сейчас мы в эту самую часть сидим просто в сборе, ну. Да. Ебать, кстати говоря. Нет, это все. Сейчас, за сбор, что там за приход? Приход 50 хотя бы. А, полтюшок наш. Полтюшок заслуженный. Да-да ладно, можешь на рогу мне стандартно 50 еще накинуть? Потому что как-то зашел, как-то. Потому что у меня этого права нет. А это что, все расход, что ли? А я не знаю, ну... Сейчас подожди, этот уфолог зайдет, немножко подождем еще. Если у кого-то... Он написал в DC. Сейчас я посмотрю, где-то он написал. Вот, в канал чат текстовый, 10-20 минут зайду. Сообщение в 17.47, это получается 18.00, он будет. Сейчас уже 18.12, блядь. Не знаю, зайдет, не зайдет. Да, уже полчаса прошло. Либо мы сейчас добираем и идем. Ну, да, шансов-то мало уже, конечно, если только 8 боссов, там ебануть, ну или максимум 9, там 10. Что-то что-то. Вот, поэтому, ну, всех адекватных людей прошу пересмотреть позицию, поднять пальцы вверх в теме предложения, поагетировать тех людей, которые подняли пальцы вниз, то есть проголосовать. Я предлагаю делить на 2 статик людей. Ну, опять, ты же так не подумаешь, что, типа, блядь, Саня так подумает, что ты там, типа, настроил всех, типа, там, под себя, типа, да, да. Я не думаю, что это в хуже обернется. Так, а как это, ну, как это обернется? Ну, типа, если люди хотят... Люди должны понимать, ну, как к ним относятся. Я просто им раскрыл глаза на это. Ну, допустим, вот, в голове у Саня, типа, так, допустим, это все созреть. Ну, как созреть? Ну, надо сказать, пообщаться. Как оно там созареет, я хуй знаю. Вчера общались, сейчас ни к чему не пришли, вроде. Ну, так это не безосновательно. Это по причине того, что один не хочет слушать другого. То, что у одного человека есть время на 5 персоп, а у другого только на одного. И то 3 дня в неделю, а они не 6, не 5 хотя бы. Это, ну, ничего не дает. Это никак не ухудшает людей, типа, ну, не делает их людьми второго сорта, там, не знаю, ну, какими-то ущербными. Мы такие же люди, все одинаковые. Все одинаково спим, едим. Просто, ну, занимаемся, ну, разное количество времени какими-то делами. Кто-то, допустим, там в тренировочный зал ходит, там, кто-то 2 часа там проводит, кто-то 6 часов там проводит, блядь. А есть люди, которые вообще тренируются по 12 часов в день. То есть, ну, тут нельзя сказать, что они какие-то там ущербные, блядь, не знаю, там, картины рисовать не умеют или петь не умеют, или готовить там яичницу все, блядь. Ну, типа, ну, все имеют одинаковые права, люди. Почему 1200, почему 2400, это неправильно. Вот, ну, конечно, конечно, я вам скажу, что то, что я делаю там в блокноте, вот эти все адвокат, не адвокат, там, судебный процесс, это все шутка, это фарс, это все смешно. Но в каждой шутке лишь доля шутки. Это надо помнить. Я это перевожу только в полушутку. Это шутка, это весело, это смешно, конечно. Но тут надо тоже серьезно рассмотреть этот момент. Мы не в настоящем суде, а просто надо, ну, пообщаться. Ну, момент такой социальный. То есть, ну, думайте. Я на циркуле отрелил этих обычек. Ну, блядь. Там, блядь, 30 шемов точно собрано. 30 шемов. И квесты людям я делал. Ну, три человека аккаунты давали точно. Заходил им, делал квесты. На шем. Потому что они сами не соображали, как нажать, как прожаться, как куда отбежать, как лужу выпить. Как на сендере прожимки отдать. Ну, это респектно. И это были твины. И в то же время, и альты это тоже были. Ты у тебя еще запарит? Нет, у меня жопа не горит, Андрей. Здорово, блядь. Ты понимаешь? Я два часа. Давайте решать. Пожелите, я вас перебью. Заебало уже, смотрите, просто. Покать монитор. Давайте что-то придумаем. Или я съебусь. Пожалуйста. Тут, короче, не фул рейд. Ну, смотри, сейчас. Что у нас тут? Пауфлась дохуй людей. У нас не хватает 7 человек. Ну, я сейчас... Я левну, сейчас сделаю квест. Сейчас обратно. Мы дособрать можем. Чего-то три буга. Дособрать можно, в принципе. Ну, допустим, если Андрей пойдет, и кого-то еще дособрать. Я скажу честно, я сбором рейдов не люблю заниматься. Это пиздец залупа. Сидеть, каждому писать в ПМ. Это когда я пишу в ПМ, вы знаете, я либо в отчаянии, либо пиздец. Ну, я не могу, нахуй. Я хочу прийти в гильдию и написать РТ+. И что, плюс анус, 25 человек. Все, пизда. Вот это моя мечта. И пожалуйста. Хоть куда, блядь. А так, конечно. Мне тяжело реально сборами заниматься. Ну, мотивации у людей нет. Я, как вариант, уже сказал. 2 400, они не получают. Они 1200. Они думают, да и нахуй этот второй рейд, блядь. Пизду нахуй. Вообще играть не буду, нахуй. Да и все. В частности, я не хотел приходить. Разошел, я думал, будет 25 человек. А тут их, оказывается, нет. 7 человек не хватает. Представь. Ой, блядь. Да. Я не хуя. Дубля не отбил, короче. На кого мне заходить, блядь? У меня есть, короче. А ты, в итоге, ловил. Ты, где я был вообще. Ну, ты, кем хотел, дк хотел, я так помню. Хули выбора-то нету, нахуй, дк и заходи. Ну. А потом, блядь, 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 я найду, блядь. Тут, госпожа, дк, лутай, блядь, клык. А потом где-нибудь, ну, во второе окно моим баром зайдет, замыкаешь. Хорош. Прикольно. Прикольно. Мне, конечно, реально, мне только нужно, привет, мне нужен только поезд в 25-ке ханту. Арба, этот, древковая свеча, это вообще, для прям, к своему, идеально было. И клык, все, я больше на той клык не претендую. Мне Женька отпускать в кару, Гер, с пугами? Какого? Женька, но Женек, он ДЦшником мог пойти. Вообще никого не было, не пустой, в пляси. Сейчас, замечаю, пробуюсь. Просто я не знаю, помогите со сбором, потому что... О, ну, Петя вообще не играет с нами, нахуй. Как дела, Петя, блядь, видишь, какие тут дела, нахуй, гуевые, блядь. Ну, у меня, по крайней мере, не знаю, как у других. Ну, учитывая, что пальцы вверх ставят, тоже хуево. Так, а шоу пальцы вверх, ты говоришь, за, чтобы 2400, да? Да, 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 чтобы 2400, да? Вот, я про это и говорю. Ну, то есть, вы ощущаете несправедливость, на которую я намекнул. Ну, конечно. Хоть и развернуто. Надо просто это... Да, вот, спасибо. Я народный адвокат, если что, это мое первое дело. Извините, какие-то... Ну, давайте, за тебя, если что, и что. Ну, давай, плюс. Хорошее, пока. Хорошее. Спасибо. Ну, вот тебе ассист. Я тут, кстати, протоколы иду, блядь. Добавил. Да, я уже... А, хватит. Сейчас я твой ник запишу, фри-по, блядь. Фри-по, блядь. Твин, блядь. Уфрила. Ой, блядь. Двин, уфолога. Так. Короче, это все, что есть, короче. Егор зайдет, эсэйл зайдет. Мобой не знаю, да, типа, если шум салона не зайдут. Да ничего, не понятно. Мобой в дискорде вижу. Ладно. Гламур еще пишет на часик, может, что на работе. Тяжкие, тяжкая хуйня вообще, что, блядь, этих нету. Женщика дцешником я хотел. Посылать его на дцешника. Давай на дц, давай на дц. Будет флой силы. Фри-по, а пока... Ну, у тебя танк в первый пайде, да, Дипа? Да, да. Ну, ты, госпожа, и кто-то там, ну, третье чисто на ребро там, не знаю, пока... Заходи, заходи на два часа, похуй, заходите на два часа, сейчас пойдем дебашить, это... Больше боссов заберем, какие-то ингредиенты могут вынести, ничего, я не знаю. Потом да пронесем, да и все, нахуй. Че, давай, волхожай, там, что-то... У нас насколки никого нет, да, правильно? А, это хуй знает. Я провалю, помню. Он что-то писал, что вечный холод, теперь и в десятке можно выбить этот класс. Я не видел просто такого, чтобы они писали. Да нет, ты че, нахуй, в вечный холод, в десятке. Кто-то сегодня в гильчате написал, я сразу посмотрел все обновления, нихуя нет. Да нет, мне кажется, на забайсе, нахуй, и все. Целка, блядь, 25, 8 плюс, нахуй. А не было 58 плюс, нахуй. Да, 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 да. ШП, сова, самая приоритетная. РДД, РДД. Миллики не нужны, только, шп, сова. Гламура брать на час. Да, ДПС. Да бери, похуй. 9К ДПС, потом получаем. Бери на час, если еще потом продлим. У нас есть, танки у нас, типа, есть, да, получается? Ну, ты с госпожой, да, топ-топ-танки. А пока есть танки, да? Он его удалил. Да, я сам ничего не удалял, он адекватный. Может быть, но у него постоянно говорят, что он... Ну, блядь, если удалил, то, блядь, будете сейвы нажимать, нахуй, не на вихрь, а на себя, блядь, и захилим двоих. Да, там, мне никакой сейв не поможет, мне просто, знаешь, типа, блядь, сразу прессу в лоб забей, и все, нахуй, понимаю, вот это, нахуй. Там, наверное, под каждый вихрь надо зубы отдавать, но. Он не вихрь, а под ноги, типа, блядь, под каждый хлеб. Ага. 5D целых. Unroll, блядь. Плюс, бое, осколки не будут, не довольно, значит. Напишу, что, ДС, оскол, блядь. Заебанок. Женя, причем здесь, здесь метро влюблено. Почему это? Он говорит, размутить его, а я хуй знает, где он там, в Амур. Он не замученный. Ну да, дреченый. Микрофон, стоящий, по-русски. Ну так он, он сам его может включить, вроде, ну. Не, так это у него, мы как-то выключены. Такая вот байда, блядь. Да, сука, я, блядь, не знаю. Давай асисты, там, это, Вадима Марусича, еще кому-то, не знаю. Заходите, и вору давай асисты, и начинаете тебе спамить. Вот, блядь. Сейчас пойдем, блядь, там, сколько вынесем, столько вынесем, боссом, еще поедать. Нормально. Пол третьего, народу, блядь, так, говно, да? Здорово, где это спектанка заел, короче, за словом? Так, я ж минутки удалил. Я ж-то четыре вчера удалил. Я тебе все равно не верю, иди сделать спектанку, пожалуйста. Так я тебе все равно, что это четыре удалил, терраса психов. Андрей, там, все, давай не надо угабать, понимаете, он есть агрессив, у него есть Т-4 танк. Да, да, нормально. Блядь, я тебе, что, просто, может, потанчить ввоз одного, и все. Ох, вообще. А ты что не котом идешь? Блядь, а что меня тут саграл, блядь, на... Каким котом? Ну, медведем. Ну, медведем, короче, уже не решает ничего. Все. На нем удачи нет. Сейчас ДК. Потом ДК, ну, шляпу смотришь, на эту шляпу смотришь, и так, ой, ебать, удачно, типно. Короче, это, ну, помогайте спамить, быстрее соберемся, быстрее закончим. Да, блядь. Женек, за ДК, Женек, Женек, который этот... А он не в ДИСе. Я не думал, это хуйня, он уже третий раз мне пишет. Блядь, нахуя вы берете ДКшников, сука. Их и так, да хуя, говорю, миликов, РДД, тока. Да мы не пойдем на Сандрагос. Ну что, с Сандру идем, хуярисовал, что. Вообще, поебай, кто там будет бить. Ну, надеюсь, нормально будет. Ну, блядь, главное, ли Броу бить, КД повесить. А потом, короче, эти, ну, привязаны к нам, блядь, до тех пор, пока мы не распустим, блядь. Врапство, взять и врапство, блядь. Просто. У меня, помню, короче, был такой момент, в игре, когда, типа, блядь, у нас рейд был, типа, не такой сильный. И основная компашка была, короче, это, ну, типа, человека, наверное, 7-8, типа. Я еще такой неуверенный был о рейле, типа, бездельно, типа, начинал рейлить, понял. Я всегда поначалу идем, тихо, так, поаккуратно, аккуратно, пока ловим КД, все, блядь, включаю, батю, да. Хуесосы, да, там. Они шлазят, да, да. Эта, слушай, Андрей, у меня сейчас был вопрос к тебе, но я забыл спросить. Слушай, а вот вы лужу разливаете, где, когда собака, у тебя какой-то баф висит, ты видишь, что сейчас лужу будешь разливать, или ты просто машинально забегаешь? Вешается. Вешается баф. Он висит. Да, если лезвая рука, она звание, не помню, как она звание. То есть, она не натикает, она спадает, да, ну, спадает. Да, тогда лужи прекращают спадать. Да, собля, я хотелось это понять, просто я хочу раз собаку потанчить. Блядь, кто бафает, ребята? Пиздец. Давай пиздить по одному. Да, е, нахуй. Женек, заебись, шп. Не, ну, так, блядь, ДЦ, я вообще будем искать ДЦ, напишут. Да, ДЦ, ДЦ, нахуй, да, да еще. Блядь. Адексион где-то был онлайн и офнулся, что ли, не пойму. Он не может зайти по кого-то, а. По-моему, там, по-моему, там, по-моему, там, там, там. Короче, а там, а, нам. Что я пиздуем в этот, скажи, я, все ссылка, все ссылка, блядь, ебаши, трэш. Уже, нахуй. Мы тут ебашим одного моба. Капанил его сагрил. Да, по-моему. Сразу, короче, давай туда пиздуем. Ща, я тут три дровинки соберу, блядь, пиздуй. Ну тут красные мобы бьют желтых, короче, и не могут убить. Вон тебе элем и лок, еще, блядь, два FDD-шника. Пя, жестко. Квест на чумку. По-моему. Сука. Так, Женя превращается на воду и танцаршись. Че, Женя? Да, Женя будет танцаршись. А, да, он сильный. Паладины всегда вывозят все. На своей горбушке. Пока ревностный не прокнул, заебись. А когда прокнет, уже пиздец. Тогда кричат. Народ так посмотрел, короче, пал и просто охуеет. И там дефицит урона глебашит. Вот просто классно. Ну вот, я когда танцаршил за полденок, там дефицит урона глебашит. Да, вообще, Андрюш, подожди, мне нужно всего только ЗАПу забрать на танка. И остальное все можно забирать. Да мне вообще, если ОД заберу. Говорю, мне только ЗАПу нужно, короче, все. А если ОД заберут, то я тоже заебись. Я так подумал, наверное, вот убрать батюшку. Ботинки с тюрьмы шумят из ПВА. Очень керевец. Бля, если выпадут ботинки, короче, я их парольку, там, кто-то будет шансы взять. Если у меня появится, то у моего ОДК паншу, блядь, меня ускроет просто. Ты на кого? На танк или на ДД? На ДД. А, латные. Да. Которые еще, блядь, ни разу при мне не падали. Все, давайте. Лог здесь есть, хоть один лог есть. Седый холмах. Хрустальный. Гусь хрустальный, блядь. Нет, танки падали, падали. Первый раз, на первом году. Ребят, пойдемте, вы за самому не лог одного Буаза или кого-нибудь. Заходите один. Да я тут. И шансона нету в игре? Заебался уже с кожанами бегать, блядь. А вот и лог залетает наш. Все. И все сижу лог. Взяли обратно. Вот наш лог, привет. Ребята, вот лог. Вот и лог. Вот и лог. Вот и лог. Я думаю, что если делать АДК, это чисто просто, чтобы разгонять ШП. Я за АДК ни разу не играю, но я очень хочу попробовать. Я, наверное, потом попрошу одного человека поделиться аккаунтом, чтобы играть за АДК. Ведь он разрешит за меня за АДК играть. Было бы у нас хотя бы 5, что ли, шпшника, блядь. Я не буду говорить, а вы просите, попросите. Я очень хочу попробовать за АДК. У нас есть шпшники. У нас есть шпшники. Очень много. Просто они, во-первых, не приходят в один рейд. Иногда просто Эмобой не садят на локоть или на шп, типа. У нас Женек шп, а потом Эмобой шп. Потом получается Войда мейн шп, блядь. Это уже 3 шпшника. Пусть и Пуси дц. И нам не рано, да, это короче. София тоже дц. Но пусть и Уси пока только играет, но она фактически не рано. Короче, нам надо забрать и дцшника постоянно, который будет играть и все. Сейчас, я тебе говорю, Санечка тоже скоро Маваров пойдет в игру обратно. Блядь. Я не против, чтобы он играл. Я не против, но просто надо люди, которые будут играть. Ну, типа, хотя бы на основные арте приходить. Ну, вот, придет, будет играть. Она сейчас все дела доделает. Слушай, ну тоже, блядь, ну, он до кнопки жмет, помнишь, нахуяре. Нет, я не влюшу, он кнопки не жмет, может быть. Так, сделаем вырезку, приобщим к уликам. Вырезка с... Это хуйня, затрахни у меня, блядь, жгла болит в этой сапке, пиздец. Не просто, блядь. Улика номер один. Голосование от 28-го, 08-го, 2022-го. Сейчас файл сохранить, как? Сохраню на рабочий стол, чтобы не потерять. Блядь, там прям просто все, короче, знаешь, вот тебе скучно, ты, блядь. Я устроил, ты жил. Сука, да я про адвоката и книжку прочитал, и фильм все-таки посмотрел, блядь. Линкольн для адвоката, блядь. Так, фильм мотивирующий, а она выиграла дело, про женщин-адвоката, блядь. Тебе понравится. Надо, надо как-нибудь. Саня там, не знаю, мифические какие-то вещи берет, говорит. Почему меня она так хейтит? Ебать, что это, ебать, я вообще жесткий тип. За что меня так хейтит, блядь? Не, понимаешь, у Сани такая дежуха, он это все, что-то в последнее время переводит в агрессию какую-то. Вот и все. Ему надо не больше сказать, вот, типа, пацаны, все, кончайте с предложениями, будет так, как я решил, и на этом точка. И все, и все вопросы уйдут в сторону тогда. Если, типа, ну, дальше продолжать в таком духе, типа, надо договориться, типа, найти где-то компромисс, то надо реально искать компромисс. Ну так и давайте искать, давайте искать. Вот улика номер один, скидываю в чат, в текстовый канал, вот, Саньку еще. Вот видите, да, вторые рейды будут получать фулл ИП, целка вторые рейды 2400 ИП, за 17 человек, против 8. Что на это скажут люди? Это же все-таки. Так, короче, я еблан, один еблан, вот второй, и вот третий. Все, поебашь или трэш, агрессивно, начинай, иди. Госпожа. Капал он 4-3-4, блядь, с ними нет. А у нас нас есть Капал в Ретлик, какие-то нормальные? Я, я, есть. Асфальт, альфа-тестер. Асфальт. Да, 4-3-4, Ретлик. У кого? Ну, альфа-тестеры. Тебя иногда так плохо слышно, что просто пиздец. Да хуй знает, орать не хочу его. Я просто устал от судебного процесса. Беттик, ты? Ну, да, да, да. Я сейчас просто на 200 ебанну и надеюсь услышу. Беттик, тоже переживает за исход дела. Честно, мне все равно, типа, какое будет решение. Тебе, мне че так ерать, че так ерать, выше похуй, типа. Мне было бы тоже все равно, блядь, если бы... Да тебе все равно. Тебя тоже зажало что-то там. Вот Санин стоит на своем, а не ты там что-то на своей стоишь на своем. Так это свое, понимаешь? Оно с 17 улитбей. Да, понимаешь, у вас проблема такая. Вы, короче, вот сидите, вы друг другу доказываете себе, короче, какую-то свою, ну, свою правоту. Вы не ищите компромисса. Вы просто... Один сидит, объясняет свою сторону, и второй сидит, объясняет свою сторону. И все. Больше тебя не происходит. Так прошло два часа. Так надо для начала прояснить, какой может быть компромисс в деле, когда тотально несправедливость к людям применяется. То есть тут уже говорились аргументы в пользу того, что почему люди в первом рейде лутают 2 400, а во втором 1200. Я написал в блокноте 10 человек мейнов, вот сейчас во втором рейде, 8 альтов. Почему мейны, зайдя во второй рейд, ну, попали там, не попали в первый рейд, должны получать 1200. И... Представь ситуацию. Если какой-то мейн 10 раз сходил в первый рейд, и вдруг в 11 рейд не попал, у него 24 тысячи ИП, и он пришел к людям во второй рейд, к звенкам и к мейнам, которые лутали 10 КД, 1200 ИП все. У них по 12 тысяч, у него 24. Падает воля сурка. Мейн или альт, тот, который ходил во второй рейд, и 10 КД и по 1200 получал. У него 12 тысяч, он ставит фул ИП. И мейн из первого рейда ставит 13 тысяч и забирает волю у мейна или альта. Это одинаковое хуевое отношение и к мейнам, и к альтам, которые попадают во второй рейд. Даже если хуй с ним, если бы были твины в 100% соотношении во втором рейде, то есть не 10 мейнов и 8 твинов, то я бы тогда хуй, когда что сказал. То есть были бы тут 25 воид-вейвов, таких же, как я, которые являются пятым, вторым, третьим, четвертым персом, но одеты 255 плюс и могут принести их. Но я, короче, забыл тебя стопнуть. Я все твою позицию понимаю. Я тебе говорю, я не имею ничего против двух 400 ИП. Просто Саша не может, короче, вот, восприять, типа, эту мысль, что... Это все аргументы. Смотри, это что можно, короче, просто твину, типа, либо альту, у которого дохуя ЕП, не давать шмотку и все. Типа, записать правило, что возможен консул, типа, если, типа, приоритет будет мейну, типа, эта шмотка. Вот и все. Это ты... Когда ты же, если у тебя 20 тысяч ИП, ты будешь возмущаться на альте, что тебе шмотка не дает, типа, ты должен сознавать, что вот, у тебя есть мейн... Сделаем оговорочку. Чем твином ходить тогда в рейд, если ты не получаешь? Смотри, сделаем оговорочку к твоему сообщению. Сейчас стопните. Вот смотри, ты сказал возможность давать, не ролить мейну... Или, подожди, твину ты сказал, да? Твину, твину. Ну, а зачем... Он еще 1200 при этом получать будет, да, за второй рейд? Нет, 2400, но есть возможность консул, типа, вот этот твин. Вот тогда... Если этот твин, если этот твин не всегда востребован в рейдах, то можешь ему не давать шмотку. Да, с этим я согласен, абсолютно. Это несложно. Так вот, эту информацию Саня не может воспринять, но это для него типа ДК. Понятно. А то, что мы сюда идем, Байер, там люди брать хотят шм, люди квесты хотят собрать осколки, хотят собирать. Это вообще, ну, типа, никак не вяжется с тем, что мы 1200 получаем, да? Ну, типа, как это объяснить? Да не смотри. Просто по факту, ну, вообще, это же реализуем. Просто бери на себя ответственность второго рейда. То есть, если выключается со вторым рейдом, будет лично твое. Лично твоя прихоть, похоть, как это тупикой бену. Ну, я поэтому и говорю. Ставь там свои правила. Я поэтому и говорю. Просто говори по факту. По факту с предложением конкретно. Не надо идти с системы ссорить. Так, я его изначально и говорил. Один против, один за. Просто с ним точечно один на один поговорить, скажи за. Так мы уже говорили. Почему-то он думает, что я... Можно, а я это... Да, давай. В смысле, я бы тебя перебью. Блядь, уфолог, я тебе вот, правда, думал, ты можешь льду добирать. А я не могу, сейчас добавь, пожалуйста, ты написал. Я не могу добирать, там хэпалады, видите кто-то. Не я не могу, я Марусич, написал, Марусич, добавь, что ли? Вы уже говорили с ним на эту тему, но я не вижу смысла, почему я должен людям 1200 давать, а в первом рейде латать 2400. Это несправедливо. Нет, смотри. Мой посыл таков. Ты говоришь сами. Короче, так и так. Ты не играешь на выходные. У тебя нет возможности. У меня есть. То есть я беру ответственность на себя. Вот, например, в воскресенье или субботу. ЦЛК 25. Это мое. Люди идут, каких я захочу. Люди идут, ну не то, что каких я захочу, вся гильдия именно. Рорно-пул, знай, призвали смертную. Блядь, короче, гильдия есть и рейд, и все, правила мои, правила ролла мои. Только мы лутаем юп, как забыл, за обычный рейд. Да? То есть у тебя здесь будет микс. Ты просто приди с конкретным предложением. Так я это и предлагал. Ну, так это уже говорилось. Все сводится к тому, что я одеваю какого-то своего мифического твинка, и непонятно, как это кому-то помешает. Вот я, допустим, на Шамана ни хоря не залутал. И, ну, не залутаю еще долгое время. Тут уже нужно, короче, понял, грамотно с Аниом. Понимаешь, у Саши такой есть, короче, барьер, еще раз говорю. У него проблемы с летами твинка, потому что он, видит, как люди одевают одного, все эти персонажи, типа, ну, вот эти персонажи мэйны у них по итогу до конца не доделаны, блядь. А у них уже куча персонажей. Берем даже пример менял, сон, да, типа, у меня куча персонажей, они не до конца доделаны, ну, типа, условно. А я еще уже декану себе деблан создал, типа, сон, понимаешь? И, типа, короче, сижу, дрочу, блядь, вот этих твинок, типа. Вот это его раздражает, понимаешь? Он не понимает, что он, я своим персонажем, блядь, еще, блядь, миллион рейдов захожу, типа, ну. Но это он очень трудно воспринимает. И, типа, у него некоторые люди, он, типа, приравнят всех к одному. Он, типа, лично, не вот, как я понял, он не берет, там, выборочно, а вот один человек, второй, там, типа. Он, типа, вот, есть, блядь, у кучи твинок, есть мэйны, типа. И он всех приравнивает, всех твинов, блядь, кто бы как ни играл, блядь, в одну, типа, позицию, то бишь, слабых, ну, типа, персонажей. Но он им не хочет ничего давать. Это пошло, там, как, там, Ваня, там, поступал, и так далее, и у него все это накопилось, типа, плохое, скажем так. Короче, в твинах я ничего плохого не вижу, и не вижу, что давайте, 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 эпэ людям, типа. В этом проблеме нет, и сам я понимаю с его стороны. Ты его просто не хочешь понять, и все. Просто, смотри, я-то понимаю его сторону. Внутри, здесь вообще можно, блядь, двух зайцев убить, короче, сразу. Ну, как работает, вот, если у человека есть, вот, например, меня. У меня вот хантмейн и вар, блядь, понял? Я бы их вообще, нахуй, одного объединил бы. И чем скажут, тем бы и зашел, понимаете? Ну, то есть тут, блядь, реально, это гонка за цифрами. Здесь вот это все портит. Блядь, сядьте вы конкретно, поговорите. То есть ты просто приди к нему с позиции силы, тип. Я возьму и сделаю. Вот начало и до конца. Но будут правила мои, блядь. Ну, как Брин Томасов говорил, то, что надо делить составы, уже все. Ну, своего рода типа а-ля, ну, кстати, как это не назовешь, но все равно, понял. Просто приди, скажи, я вот хочу и сам. Обострюсь, обострюсь, нет, значит, нет. Но попробую. Пускай принимает решение, один на один просто поговорить. Давайте, что там, рыба не рыба, масло, а рыба не мясо. Здесь еще дальше, объясните, раз уж на то пошло, то мой прист, который тут считается мейном, он вообще третьим по очереди создан. После друида и паладина. То есть он тоже считается альтом. Корость атаки, это че, он колик, что ли, нет, фрост с фрэмом, нахуйясь. Что-то интересное. Че там, шаклон и мэмбой не зайдут, интересно. Я не знаю, че искать должен, я звал-зал. Давай, блядь, савата такой, блядь, а деках вот аспектница, и вот тебе савата. Вы копало, забрали вильду, нет? Да, да, да. Блядь, говорю, жишку, сделай. Афукал, а че? А че, за ручкой фрост что-то может? А, у че, уже была, подожди, был же фрост. А я думал, тут фрост с шэмом, думаю, нихуясь, какие горизонты уже открылись. А это надо найти нормальный спектр. А че, 2% скорости профитнее, 2% скрыто? Это опеканная скорость таки. Да. Дикольно. У нас сейчас скрыто 52. Мало, ну, дожопы, блядь. Тут хоть крыто 100% собери, блядь, сировой ДПС, а не будет. Там, короче, гламур домой поехал, с работы. Минут через 20 будет, так что, можно комментировать боссы кикнуть. Он с людьми общался, блядь, которые были БДК, ну, давали свои 25, все потекали, нахуй. На расчастки, либо в БДК ушел для ШП БАФа, либо в танку, блядь. Ну, понятно, понятно. Гладик, да? Танк с ШММ, представляешь? У-у-у. Дожди, ну, тукнут, неждан, БЛАДЫКА, ШММКОЙ, ну, у него прыгай и пламя. Он с горем пополам ели, блядь, выдавал, блядь, на урке 21к, блядь. Ну, а ты сколько, да, с тобой? Я, 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 чтобы ты понимал, он даже не тестил БДК, блядь, не тешаемая на урке. Да, вот сейчас я посмотрю, если дойдем. Блядь, идем по-любому, надо убить еще этого. Сука, шут пояс, наконец-то, упал этот дырявый в меломорке, или откуда он там, блядь, этот хлопус. Он заебал этот пояс уже меня. Чей-то ролик такой мощнейший, блядь, просто. Угадай с трех раз. Тот, кто ШМ вдонил. А, я тебе не продам, альфотестер, у меня всего, блядь, 2 альфа осталось. Да, ну, аж не... Ну, ты там ютпс подашь, Шмурки? 8к, говорит, даст. А, ну ладно. Вы помогаете ли спамить, блядь, добирать, или один был спамить? Я, блядь, сейчас всем ассисты дам, кто не будет спамить, так он ролик не будет. Ни, 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 никто не собирает, что-то, господь. Круглый, круглый, круглый. Там хотели куда-то, я не помню, Женек, кто-то в кару, Гер хотел. Потом куда еще хотели? ДТГ, я не знаю, закрыли вы, наверное, уже. Какое? Я еще одна ТГ, вроде бы, могу, один сделать, но есть не десятку, двадцать пятку, не знаю. Двадцать пятку точно смысла нет. Одну же мы прошли, вроде как. Реско еще нам, да. Реско вторая? Или мы первые не ходили? Я забыл. Я не был бы разточным. Ну, одну Реску еще была точна. Ходили, ходили в первую. Может нам Реску ебануть тогда? Ну, три человека осталось, сейчас пойдем за пулей, восемь болсов, а потом кубцу, оставим сюда и пойдем на хуйню. Да, время уже, сначала сбор сколько прошло. Да, Мирал, слышь, да, Мирал? Тебя помощь, да, я вообще вижу. Такая вот хуйня, Женек, который шел... А, что, Женек? О, сова, две совы, никто там сову просто на этой дверью. Женек спрашивает, кто сейчас ШМ собирает у нас в гильдии? Никто, я ШМ ответил. Да, конечно, Женек, можно. Если бы этот второй рейд был неспособным, если бы его не обделяли по ИП, ну, я лично считаю это одной из причин. А я понимаю, что ты не ливнешь. Понимаешь, в чем прикол, короче, Слава, я потом объясню, я хочу тебе одну фишку расскажу, и ты поймешь, что никого никто не обделяет, что некоторые люди больше получают, типа. А, типа, это то, что кто-то обузит там, да, ты это имел в виду? Не, не обузит. Типа, это сделано так, что некоторые, ну, типа, люди, мейны, получают больше ИП. Тут надо, типа, просто разделить, чтобы у кого один персонаж, что он получает, ну, типа, он сейчас получает 150% ИП, у кого один персонаж. А именно Твин, чтобы получал просто 100%. Ну, то есть, условно, мейн получал бы 3600, а твин получал бы 2400, правильно? Мейн так и получает 3600. А твин 1200, получается, хуево, неправильно получается, да, работа. Вот, 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 а если ты получал бы 400, то было бы классно. Да, я даже с этим соглашусь, я даже с этим соглашусь. СТП, блядь, короче, у нас гламур поехал домой, он будет в течение 15 минут, мы, короче, типа, ребро запулем 24, нет? И он придет. Ну, давай, 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 все. Давай, все, рыбу, не рыбу, для времени. Хорошо, это, дискорд, дискорд гуляем по ценам. Спасибо.